Девушки отдыхают 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 Все, я попробую. Сядь, я попробую. Здрасьте. Я вас слушаю. А у вас там на витрине запонки со штурвалом? А, да. Это комплект морской. В комплект входит две запонки, зажим для галстука. Эксклюзивный дизайн есть только в нашем магазине. А такие же, только с самолетиком у вас есть? Да, были. Закончились. К сожалению, поставки небольшие, но мы заказывали еще партию, но приехали со штурвалом. Тоже красивые. А когда пришла последняя партия, не помните? Могу точно сказать. Пятого июля. А что? Спасибо. Нет, ничего. Алло, Ань. Представляешь, Палагина обманула. Но я уволила с третьего, а запонки со штурвалом в магазине появились только пятого. Ну что, и значит, я не могла найти запонку со штурвалом. Все, сейчас я вернусь и объясню. Давай. Спасибо за фото, Илья. Я тебе потом расскажу, для чего нужно было. Может, это я, конечно, зря. Мне ужасно хочется эту злодню самой прищучить и вдруг еще отвертится. Слушай, я, если честно, вообще не понимаю, зачем Палагиной понадобилось обманывать. Ну, конечно, баба-то, она еще стервозная, но, блин, не убийца же. Последить бы за ней, конечно, только времени нет. Слушай, а я знаю, кто может нам помочь. Кто? Глазкова. Это которая сплетница дворовая наша. Ты, между прочим, зря смеешься. Марья Лукинишна все про всех знает. Никогда не спит и фору даст любой нарушке. Сексуальный. Говоришь, в нашем дворе? Брать не буду, не видела. Так, подождите, спешите. А может быть, кто-то похожий? Вряд ли. Нет. Я же не Господь Бог. Могла и пропустить. Да, кстати, ты там своим скажи, что наша дорогая председательша занимается торговыми махинациями. Сама собиралась идти в полицию. Марья Лукинишна, ну, где ТСЖ, а где торговля? А служебными помещениями кто управляет? Между прочим, это идеальное место спрятать краденое. Вы думаете? Знаю. У меня все зафиксировано. Вот, значит, бессонница, наблюдение из окна. Ночь на третье. Третье июля? Да. Четыре утра. Председатель ТСЖ Палагина с неизвестным в костюме перегружают рулон товара из фургона в служебку, которая якобы на ремонте. Которая? Твоя коморка. Четвертого июля. В ночь. Три ночи. Дождь. Видимость плохая. Палагина и неизвестный человек в плаще загрузил товар в легковушку и уехали. Скажите, пожалуйста, среди этих людей был вот этот человек? Милая, я и первого не разглядела, и второго не видела. Плащ на ножках. Понятно. Все равно спасибо. Спасибо. Все, пойдем. Я думала, она поможет. Зато номер фургона я записала для полиции. Ну, вы даете. Дежурка рулит? Молодчина. Понимаешь, эта пенсионерка сказала, что там точно был мужчина. Значит, эта запонка, которую я нашла утром, могла быть его. То есть, тот незнакомец мог быть Хромцовым? И тогда понятно, почему Палагина подменила запонку. Зачем ей светиться, что у нее с убитым были какие-то дела? А если она и грохнула? Или подельника второго покрывала, который в плаще? Не знаю. Ну, я решила не ходить к Палагиной, а пока с тобой посоветоваться. Правильно. Сейчас мы с тобой в два счета. Давай номер фургона. По базе пробьешь. Автовладелец. Если фургон на Хромцове, то есть на его фирме, то... Так. Что? Фургон принадлежит магазину стройматериалов «Ребус». Ну, вообще, нам это тоже подойдет. Почему? Вся работа Хромцова крутится вокруг строительства. Если мы вышли на магазин стройматериалов, значит, что? Что? Что в схему вписан магазин. Давай расскажем Буянову. Он в следственном комитете? Слушай, я думаю, большой беды не будет, если мы пока сгоняем в «Ребус». На фургон посмотрим. Поехали. Вон какой-то фургон. Только номеров не видно. Пойдем посмотрим, Буянович. Пойдем. Проблемы? Мы из Центрального ВВД. Интересуемся фургоном с номерным знаком К-163СУ. Он вашему магазину принадлежит. Кто на нем ездит? Понятия не имею. А с кем можно поговорить насчет него? Сейчас, минутку. Алло. Здесь из полиции по поводу фургона. Понял. Ну, проходите к директору, он на месте. Спасибо. На этом Долотов работает, но он сейчас в отпуске, другие ребята берут. Что, авария или что там? Нас интересует, кто брал машину в ночь на 3 июля. Никто, у нас нет ночных выездов. Скажите, а вот этого человека не видели, не знаете? Нет, не знаю. У вас все? Директор строительного магазина никогда не встречал владельцев строительной фирмы. Простите, не поверю, Тишилов город маленький. У меня память плохая. Я вообще не тусовщик. А что вы так нервничаете? Я не нервничаю. У меня проблемы на работе. Сейчас будет совещание. Если у вас больше нет ко мне вопросов... Алло, Зоя. Давай, вызывай срочно сюда заведующих с секциями. Скажи, Палагин приказал. Палагин? Стойте! А можно взглянуть на ваши руки? Вы что, с ума сошли? Может быть, вы еще отпечатки пальцев у меня возьмете? Все, до свидания. Просто у вас такой красивый зажим на галстуке. К нему же должны быть еще и запонки, правильно? А где запонки? Думаю, вы их отдали для подмены. И фургон ваш. Может, сами расскажете, зачем убили Хромцова? Звони Калите! Пускай транспорт шлем! Алло, Калита, это Назарова. Можно? Заходи, ругаться будут. Алексей Трофимович, мы же для дела старались. То, что старались, хвалю. Ругаю за легкомыслия. В нашей профессии легкомысленных нет. Знаете, почему? Почему? Потому что все легкомысленно, уже на том свете. Это же надо было додуматься. Начать расследование в Ребусе и даже не поинтересоваться со фамилией директора. Там просто таблички на двери не было. Детский сад. Представляешь, они родные брат и сестра. Палагина. А, получается, Палагина брату помогала воровать? Эти родственнички делами пострашнее занимались. Мы с шефом только что в твоем ТСЖ обыск учинили. И что? Походу, в твоей коморке, куда тебя Палагина не пускала, в тот день не товары были. Труп Хромцова. Да нет. Да. Строительная краска на костюме Хромцова оттуда. А еще там в углу мы ковер нашли со следами крови. Ковер-то там откуда? Там же ремонт. Занесли зачем-то. Много у вас у кого там есть ковры? Да не знаю. Ну, выбивают. У Палагина один висит в ТСЖ, это точно. Вот. Если ковер палагинский, еще одна улика. Как думаете, Алексей Трофимович? Я думаю. Ковер привезу я вместе с трупом. Вернее, труп в ковре. Хотя своди Глафиру к экспертам, пускай взглянет. А я в следственный отдел. По присутствованию на допросе. Есть. Ну, я так понимаю, сказать вам больше нечего. Гражданин начальник, я вообще не понимаю, в чем тут дело. Да, я ездил по ночам к сестре. Да, иногда на служебном транспорте. Потому что днем я занят, каюсь. И даже из магазина подарки возил. Ну, а что, они оплачены все. А в ночь на третье я, между прочим, на свадьбе гулял. И то, что ваша пенсионерка видела, это ее проблемы, то, что она видела. Понятно? Может, у нее долг по коммуналке. Или она сестре мстит. Зачем же заторванули от моего стажера, когда мы вас про запонки спросим? Ну, я испугался вашего сотрудника. А запонки я мог и у сестры бросить. Я их все равно не ношу. Зачем что ты покупал? Заколка понравилась. Значит так, я больше говорить ничего не буду. Ведите меня в камеру. Каков гусь? Ну, ничего, с сестрой попроще будет. Ковер. Скажите Буянову, что группа и резус-фактор, пятна с кровью вашего убиенного, совпадают. А генетика, генетика на раздвание делается. Пора бы уже запомнить. Нам бы на сам ковер взглянуть. Ну, вон он лежит, только пыльно там, поаккуратнее. Нет, в ТСЖ таких точно не было. ТСЖ. До начала двадцатого века ручная работа. Подождите. Значит, это тот самый ковер, который вынесли из дома Назимова. Я помню, у меня Чижов рассказывал. Ваш брат показания давать отказался. Имеет право. Последствия будут плачевными. И такими же плачевными они могут оказаться для вас, Ирина Семеновна. Поскольку присутствие Хромцова, убитого или еще живого ТСЖ, которым руководите вы, установлены факты. Нет, нет, нет. Я все расскажу. Потому что мы с братом не виноваты. Понимаете, он молчит, потому что думает, что она его выградет. А она не станет. Ну, что мы ей? Кто она? Рожкова. Заммэра. Так, давайте по порядку. Ну, Рожкова, это наша с Кузи родственница, дальняя. Объявилась вдруг, помогла из деревни переехать, на должности устроила. Мы думали, что родная кровь говорит. Эй, просто свои люди нужны были, чтобы не засвеченные. Вы ей оказывали услуги? Да дня спокойного не было. А в последний раз эта зараза вообще обнаглела. Труп утилизировать приказала. Толь. Ну, тогда как раз на третье брат ко мне заявился посреди ночи. Васина, что случилось? Откуда ты? Со свадьбой нашей кассирши, блин. Мне дали расслабиться. Опять Рожкова. Да, Бутина, неладно. Смотришь, что она учудила? Выдернула меня из свадебного стола, ключи мне вручила и приказала ехать к дому Назимова. Знаешь, где дом Назимова? Ну? Ну, вот. И сказала, чтобы я там труп забрал. Что забрал? Труп. И куда подальше отвез. Там Золотые горы пообещала. Сказала, если не выполнял, она нас с тобой вместе обратно в деревню засунет. Сволчим билетом. А ты? А что я? Машины не было, я вот служебный фургон. Сел и поехал к дому. Приезжаю, захожу, смотрю, и правда, шмурик лежит. Фермач один. Я его в ковер закатал и в фургон положил. Господи, там, наверное, следы-то в доме остались. Да я все замыл, только долго провозился. Не знаю, что делать. Вот к тебе привез. Что привез? Труб? Тихо не ори. Ну, вместе из этого дерьма выкарабкиваться. Лучше придумай, куда тело деть. Думай, думай. Так. Единственное, о чем мы с братом додумались, это спрятать труп на день в подсобке, где ремонт. Там и краска пахла, собаки не учуют. А потом я рабочим этим ремонтникам позвонила, сказала в выходной, что материал не привезли. А на следующую ночь брат приехал на своей машине, переложил труп в мешок и подальше увез. В черный пруд бросил. Там часто грабят. Обошлось. Выручили благодетельницу. За бесплатно. Вообще ни копейки не заплатила. Что ж вы от ковра с прого не избавились? Ну, все уже не учтешь. Мы же не какие-то там убийцы. А когда Назарова эту запонку-то нашла. Откуда я знала, с убийцей она, с трупа или не с трупа. Брат сказал, вроде были запонки. Ну, я подумала, подумала, побежала в магазин. Нашла похожее, подменила, а все остальное выкинула. А заколку я, это, Кузя на галстук. Ну, а чего добро-то зря пропадать? Вы вообще понимаете, кого вы пришли обвинять? Я позвоню, от вас мокрого места не оставят. Возможно, но для начала я ознакомлю ваше руководство с фактами. Факты? Бреди моих родственников? Да они алкоголики, я докажу. Имеются и другие свидетельства. Бизнесмен Жуков рассказал, что на банкете он не просто поиздевался с анфизиономией Хромцова, а заявил, что именно смазливая внешность позволила ему выиграть тендер. И вы ему верите? Жуков мелкомстил. Не скажите, многие местные бизнесмены подтвердили, что строительные подряды можно получить у госпожи Рожковой, расплатившись натурой в том числе. Да что вы себе позволяете? Кстати, в распоряжении следствия имеется дизайнерский пеньюар из гнездышка, который вы оборудовали в доме Назимова. Узнать, кто его заказал, было легко. Ну, Надя Леонтьевна. Я думаю, лучше все рассказать. Я понимаю, все против меня, но я не убивала Хромцова. Я всего лишь назначила ему свидание. В доме Назимова. Мне тоже хочется чувствовать себя женщиной. Поймите. Я давно искала место, чтобы… Ну, вы понимаете, город маленький, квартиру снимешь, все будут знать. А тут дом отдельный. Да еще и повод есть появляться. Объект контролирую. Контролируете, да. Это ремонт в исторических стенах. Это не я. Это прежний владелец. Когда Чижов с активистами подняли шумиху, пришлось ехать и осматривать. И там тайная комната открылась с отделкой. Представляете, дворец в развалюхе. Мне показалось это эротично. Я доработала бодуары и стала пользоваться. Сколько раз вы приглашали туда Хромцова? Я не помню. Ну, раза три. Ну, в последний вечер меня задержали дела. Котик! Заждался. Заснул, бедненький. Я чуть не помешалась от ужаса. Поймите, о доме Назимовых знали все мои увлечения. И если бы тут обнаружили труп, все бы выплыло наружу. И тогда конец. Увольнение. Это же тюрьма. И вы позвонили Палагину, чтобы он вам помог. Да. Но потом я поняла, что тайная будара – это тоже улика. И там мои вещи. После вывоза трупа Палагин, мягко говоря, был неадекватен. И нужно было самой возвращаться в тот ужасный дом. И вы решили его снести. Так было проще всего. Ну, опять влезли активисты. Потом вы подселили туда стажерку. Я не знала, что от нее ждать. Я совсем покой потеряла. И инсценировали учебную тревогу. Я просто пришла и все собрала. Манекен с пеньюаром не успела. Ваша сотрудница быстро вернулась. Вы верите, что я не убивала? Ну, натворили вы достаточно. Думаю, что протокол о задержании будет. Это я. Заходи. Что сменилось? Я хотела узнать, как там с убийством Хромцова. Раскрылась? Более чем. Город бурлит. Заместитель мэра замочила любовника. Журналисты телефон обрывают. А что не так? Да все. Эксперты утверждают, что Рожкова не могла нанести Хромцову удар по голове. Ни сила, ни рост не подходит. Орудие убийства не найдет. Даже если бы и нашли. И ладно бы, дамочка, пилочкой для ногтей орудовала. Так нет. По акту вскрытия, это был какой-то строительный инструмент. Вранья кирпичная крошка. И спрашивается, при чем здесь любовь? Ну, может, что подвернулась под руку, тем она и тюкнула? Да не похоже Рожкова на ротоманку, склонную к убийству в состоянии аффекта. Понимаешь? В должности ей гораздо важнее, чем все любовники вместе взятые. Вот такие дела. С утра не в духе. Понимаю. Ты сейчас куда? Я сейчас в общежитии, узнаю насчет аварии, потом загляну к родственникам. Знаешь, в дом Назимова что-то не тянет пока что. Может, тогда кофейку? Давай. Ой, Глашенька, а я знаешь, никак с этим инвентарем проклятым не управлюсь. Ты к своим? Да. А вы как здесь? Отпустили под подписку за активную помощь следствию. Что там про Рожкову-то слышно? А? Призналась, убийца проклятая, я не в курсе. Глашенька, ты уж прости меня за ту запанку. Испугалась я. Я не держу на вас зла, все хорошо. А может, все-таки вернешься, ну, значит, третьего дворника выгоняй. Вот приходится самой работать. Кстати, и комарку твою отремонтировали. Хоть сейчас вон заезжай. Спасибо, мне на новой работе нормально. Это ж надо, бедняжка. Целый дом выделили. И на месте преступления. А где жить-то? У нас, что ли? Вон во дворе трубы складируют. Ой, да успокойтесь, в общаге сказали, что еще недели заселят. Большую комнату дают, такую светлую. Правда? Отремонтированную? Нет, ну это я сама. Я не об этом хотела спросить. Пап, ты же автослесарь, по долгу службы многих знаешь. Ну, не без этого. Ты пересекался со стариком Назимовым? Который бывший начальник, что ли? Нет. А в чем дело? Да странно, Рожкова использует дом для свидания, это понятно. Но ведь тайную комнату не она придумала, и дорогой ремонт тоже не она. Значит, это он, Назимов, бывший владелец, пенсионер. Ну, странно, я думаю, почему, зачем? А потому что ничто человеческое старикам не чуждо. Старикан Назимов, небось, в этой комнате о прошлой жизни медитировал. Какой жизни? О прошлой. Я, конечно, не автослесарь, но тоже не без источников информации. Как только началась вся эта история с защитой дома, то клиентки у нас в салоне стали рассказывать, что старикан Назимов в прошлой жизни чайник-борником трудился. А кем? Директором афинажного завода, где-то на Урале. Афин... какого завода? Да, вообще, финажный завод – это завод по обработке драгоценных металлов. Ого! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять, полиция! Входите. Привет. Выходной сегодня? Да калита до обеда отпустил. Может, накормишь тогда завтраком? А то мать в деревню укатила, а самому лень. Вспомнил твои пироги вкусные. Да я-то накормлю, но у меня только оладьи постные. Ничего. Саидиот. Хорошо. Бери тарелку тогда. В отделе такой кипиш. Рожкова, похоже, правду говорит. Не убивала она. Из мэрии перезвонят каждый час. Вынь да положим убийца. Буянов скоро рычать начнет. Я представляю, что узнала. Оказывается, пенсионер Назимов перед пенсией возглавлял завод драгметаллов. Да, ну? Я подумала, как он при такой высокой должности отремонтировал только одну комнатку. В таком-то доме. И то ее шкафом заставил. Странно. Да кто его знает? Но вообще, где много золота, там всегда не чисто. Нужно побольше разузнать про этого старичка. Слушай, а может, мы к Чижову сходим? Он все-таки его бывший зять. А может, прямо сейчас? Давай. Слушай, оладьи чудо. Это я к тебе удачно зашел. Слушай, а сегодня ночью ты не заходил? Что? Да не, мне просто показалось, что стучали. А, господа полицейские, не терпится снести дом. Предупреждаю, я буду бороться до самого конца. Мы по-другому в вопросе. Да, с домом все в порядке. А, простите, великодушно. Просто пришла бумага из мем культа. Не хотят признавать историческую ценность этого дома. Ну, якобы, сведения о декабристе не подтвердились. Я докажу, я обещаю, докажу. Конечно, докажете. Мы хотим узнать о последнем владельце. А что с ним? А правда, что ваш родственник был директором афинажного завода? Да. Тогда почему он жил в развалюхе? Ну, не в развалюхе, а в своем родовом умении. Ну, а во-вторых, у него были на это свои причины. Какие? На Уральском заводе, где он был руководителем, произошла утечка золота. Сначала были разбирательства, потом суд, но его оправдали, но лишили всех звания и уволили. И он вернулся в Тишилов. Ну, да. Починил немного дома и стал жить. На скромную пенсию. Ну, да, по-спартански. Он еще скромный был, помощи ни от кого не принимал. А как же тогда тайная комната, если по-спартански? А, это вы про любовное гнездышко? Ну, так это же устроила заммэра. Насколько я понял, с газет? Нет, комната появилась раньше, еще при назимой. Ага. А можете показать? Вон, за шкафом. Да, не знал я, что у моего тестя такая тайная жизнь. Интересно, зачем он комнату за шкафом спрятал? Может, воров боялся? А я понял, не воров. А кого? Нас? Вас. Ну, то есть полицию? Наверное, он все-таки как-то был замешан в деле с утечкой золота. Подождите, подождите. На зиму все время говорю, что уже держится на трех кирпичиках. Шатается, но держится. Я думал, образно про свое здоровье. А что, если про золото? Ну, золото, оно же в форме кирпичиков. Хромцова стопудово убили из-за золота. Он же застройщик. Наверное, приехал осматривать территорию, наткнулся на золотые кирпичики, ну и... А потом убийца унес клад. А что, если не унес? Как? Ну, мне же постоянно кажется, что ночью кто-то в дом лезет. Шорохи там всякие. Я помню, вы говорили про аномальную зону, а что, если золото все еще здесь? Так. Надо срочно здесь все обыскать. Подождите, молодой люди, разрешите ложку дегтя? А как вы собираетесь искать? Просто голыми руками? Без приборов? И что тогда? Звоним Буяну. А хотите, я вам помогу искать? Правда? Ну да, у меня есть специальный прибор, металлоискатель. Вот просто никому пока еще не говорите. Ну, в связи с событиями, эта бумага из Бенкульта, если мы не найдем клад, нас даже просто засмеют. Мы могила? Ну да. Хорошо. Это замечательный металлоискатель. Он не реагирует на ржавые гвозди, а только на золото. Круто. Ого. Ну, с чего начнем? Ну, мне кажется, с тайной комнаты. Может, Хромцов унес золото, а убийцы не знали? Тогда зачем было его убивать? Господа, Сташор, не надо впадать в уныние. У нас есть еще прекрасное место для тайника. Подвал. Есть. Ничего себе. Так вот, на что Назимов жил. Тайный миллионер. А почему? Викентий Петрович. Я, как вы, студентами. Вы не задумывались, зачем библиотеку металлоискателя? Так, что за шутки? Стоять. Стоять, я сказал. Как же я устал от этого клада. Золото, золото, золото. Жена только о нем и говорила. Говорила, вот помрет тесть, и заживем, как люди. А вышло все наоборот, это она умерла от аборта. А тесть обо мне даже думать не хотела. Ну, я думал, состариться, смечиться. Нет, так один и помер, как сыч. Ну, я решил заниматься наследством. А потом мне сказали, что это невозможно. Ну, я же, я же не кровный родственник. Ну, тогда я решил эту развалюху записать в памятнике искусства, чтобы время потянуть. То есть это все неправда, что вы про дом Назимова рассказали? Почему неправда? Ну, что-то подправил, что-то добавил, что-то перекомпоновал. Ну, зато в Минкульте заинтересовались. Ну, а пока они поняли, что суть до дела, я бы золото и забрал. А? Что же не забрали? Замком долго провозился. А потом нужно было найти еще металлоискателя. Я купил один, он не подходит. Потом купил следующий, ну, который реагирует только на золото. Ну, а потом я вечером залез в подвал, а тут... Чума! А я думаю, кто тут шуршит? А это злейший враг моего мини-отеля. Чего поделываем тут среди ночи? Понимаете, просто поступила информация о протечках, вот проверяем. Для старого дома это очень опасно. Слушай, ты из меня дурака не делай, я строитель как-никой. В руках что? Металлоискатель? Протечки нибудь золотые ищешь? Послушайте, вы по-всего не так поняли. Нечего здесь понимать. Слушай, а знаешь, я ведь за эту информацию мне Рожкова, не то что мини-отель, Высотков подпишет. Активист, правдолюб, защитник исторического прошлого, примитивный кладоискатель. Что здесь сундучок золотой? Ладно, пойдем выпьем, пока моя мымра не явилась. Заодно обсудим, какой процент с твоего сундука мой. Лады? Нет, я… Я, конечно, мог бы выкручиться, но тогда бы я потерял любую возможность забрать себе золото. И вы убили? Да, убил. Поначалу мне было страшно, я не понимал, куда мне деть труп, а потом вспомнил, Хромцов же про Рожкова рассказывал. Получается, он же ее ждал, значит, они любовники. Вот я поднял труп наверх, спрятал инструменты, ну и сбежал. Ну а чего? Она же замер, вот она пусть его и прячься. Она спрятала, молодец. И вы вернулись в дом? Вернулся. Ну ты же там поселилась и новый замок повесила на подвал. А потом еще бумага из этого, из Москвы пришла. Они поняли, что это все фикция и что, все пропало, все, нет, нет. И дом вот-вот снесут. А потом на мою голову появились вы, два стажера придурка, и начали расспрашивать. Я понял. Я понял, что нужно идти во банк. Все! Хватит разговор. Давайте сюда золото. Не слушай его, Илья, не слушай его. Живо я сказал! Вы стреляйте, пожалуйста. У меня мама болеет. Отдай лучше. Отдай лучше. А вы знаете, что бывает за убийство сотрудников полиции? Не слышали? Ничего не будет. Здесь в подвале выстрелы, это просто как хлопок в ладоши. А на меня кто подумает? Кто я такой? Я же просто бумажная крыса. Так ты встань сюда! Отошла, я сказал! Золото. Ты мне еще понадобишься. А с тобой? С тобой богатырь? Придется распрощаться. Вы не посмеете? Больно! Сказал бы я вам, приятели, из-за самодеятельности вашу. Хотя, Глафира, ваша хватка определенно по хвалы заслуживает. Ты где так научилась? Если честно, Алексей Трофимович, я просто испугалась. Ладно. Теперь приятная новость. В связи с раскрытием тяжкого преступления, начальство приказало зачислить стажеров Назаров и Прохорова в штат до окончания испытательного срока. Простите. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Ну ты рад или не рад? Товарищ майор, я передумал работать в полиции. Илья! Илья! Илья, подожди! Илья, что случилось? Это из-за того, что я чужого повалила? Я никому не хотела говорить об этом, честное слово. Меня врачи спросили сами. Нет, нет. Ты что? Все нормально. Ты тут вообще ни при чем и… Наверное, просто оперативная служба нет для меня. Лучше я буду кадастрами заниматься. Спасибо тебе, Глаша, за спасение. Не беси меня лучше. Еще раз объяснешь, я тебе на компьютерные курсы отдам в САБЕС. Там тебя научат уму разум. О, Назарова, ты как раз правильно садись. Вот у меня терпение уже лопнуло и не могу с этим пылесосом работать. А что надо? Вот из этих сводок перенести в базу гастролеров. Иногородних преступников? Наоборот. Наших тишиловских, которые засветились на выезде. Чуть оттяни, давай. И это, это не та графа, это потерпевшие. Повнимательней. Что? А Петров Анатолий Иванович, это кто? Это наш горе-секс-гигант. Уехал в Семьозерск, там подцепил невероятную красотку. Она его обобрала до нитки и он сидит теперь, там документы восстанавливает, билеты. Горе луковое. А что, знакомый? Понравился? Нет. Пельмени будешь? И что? Больше не звонил? Ни разу с тех пор. Я даже ему сама эсэмэску написала, спросила, как дела. Он даже не ответил. Да. А я уж подумала, тот самый. Ага, тот самый. Дебил. Слушай, у Ильи просто очень болезненное самолюбие. И я тоже хорошая. Я накинулась на этого чужого, как ненормальная. Могла поделикатнее. Что поделикатнее? Спасать его поделикатнее? Ага. Да щас. Тоже мне нашелся. Илья Муромец. Недоделанный. Ну все-таки. Ну, хорошо. Посмотри, родила бы ты от него. А вдруг сын? И что, такой же в него? Ненадежный? Не. Глаж, тебе такой не нужен, поверь мне. Будем искать героя твоего романа. Так что… Благо, оперов у нас достаточно. Так что… Ань, помнишь, ты просила узнать про Толика? Угу. Как он там в командировке? Угу. Я узнала? Так. Только ты, пожалуйста, не волнуйся. Я… Толик. Не поняла. Это что такое? Мама! Привет, любимая. А вот и мы… Привет, любимая. Привет, любимая. Привет. Как… Ой. Так, друзья, почему так рано? Что, что, почему… Да, к Настене заехал в лагерь навестить. Вот там же рядом. Вот. А она плачет. Почему? Что такое? Почему ты плачешь? Мам, мне в лагере плохо. Плохо? Вот забрал. Угу. А давно забрал? Нет, нет. Мне десять назад. Да. А она мне в командировке помогала, да? Мы домой боялись. Почему не из-за тебя? Да. Вот пришли сдаваться. Тимуха. Мужчин, да? Сдаваться? Да. Значит, так. Прекрати её. Посмотри, какая ты счастливая. Все же хорошо. Хорошо. Значит, ты везучая. А может, чай пойдем пить? Да, сейчас. Корт купим. Да, по дороге, давай. Как ты? Да, я тебя хоть посмотрю. Да, пойдем дома посмотрим. Как ты выросла. Да, уже большая совсем. Давай рюкзачок, давай. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...